Цюглшпице это самая высокая точка на территории Германии высота 2962 метра ближайший населенный пункт поселок Грайнау а в 9 километрах отсюда находится городок Гармиш-Партенкирхен с вершины Цюглшпице можно увидеть четыре страны Германию Австрию Швейцарию и Италию добраться сюда можно разными способами о которых расскажу чуть позже а мы конечно приехали на своем паркодоме здесь не просто гигантская парковка а несколько очень больших парковок они многоярусные есть отдельно на парковке для автодомов для легковых машин для автобусов когда мы сюда приехали на парковке была реконструкция поэтому остановились здесь и почти на целый день бесплатно хотя покупка платная и если я не ошибаюсь и для автодомов 10 евро и так добраться сюда можно личном автотранспорте автобусом из Гармиш-Партенкирхена и вот на таком специальном поезде баварского Цюглшпицбана эта линия была построена в тридцатых годах протяженность 19 с половиной километров продолжительность поездки из Гармиш-Партенкирхена около полутора часов ну я же поднималась отсюда подъем где-то около получаса также на вершину ведут две канатные дороги одна из них кирольский Цюглшпицбанк была запущена 1926 году и стартовая площадка находится уже в Австрии рядом с городком Эрваль и когда мы отсюда уехали поехали в Австрию первое городок куда мы заехали как раз таки был австрийский Эрваль а это специальное место снаружи поезда куда горнолыжники могут складывать свое горнолыжное оборудование и не знаю с чем было связано но почему-то желающих покататься на лыжах было очень мало хотя там наверху большое количество великолепно оборудованных горнолыжных трасс пока поезд поднимался к вершине путешественникам на экране табло показывают кино о том как строилась эта дорога с какими проблемами пришлось столкнуться строителям при прокладке этого тоннеля я продолжу о том как еще можно подняться на гору Цюглшпицбанк итак на поезде канатная дорога из Австрии городка Эрваль и совершенно новая запущенная только в 2017 году канатная дорога Зельбанк Цюглшпицбанк стартовая площадка которая находится на берегу озера Айбзе там же где парковки для машин и билетные кассы и именно оттуда поднимается на город Цюглшпицбанк новый современный каникулер а я же на нем буду спускаться вниз с горы и это действительно очень удобно и интересно когда поднимаешься и опускаешься на разных видах транспорта поезд делает одну остановку именно здесь в этом месте выходят горнолыжники чтобы покататься на лыжах а мы же путешественники поднимаемся дальше ну теперь уже на специальном фуникулере который так раскачивался в этом диком ураганном ветре что не у всех путешественников хватило смелости подняться на самую высокую точку Германии да инструкторы очень долго совещались не безопасно ли пропускать нас в дальнейшее путешествие пятиминутная болтанка на высоте почти три тысячи метров благополучно завершилась и мы прибыли на самую высокую точку Германии откуда открываются потрясающие виды на на заснеженные вершины гор четырех альпийских государств Германии Австрии Швейцарии и Италии здесь на вершине Цукшпицы есть несколько смотровых площадок а также комплекс зданий с ресторанами магазинами сувениров небольшой музей с информацией о горном массиве Цукшпицы строительстве фуникулеров в природе климате и несколько кафе где можно дорого перекусить но тут надо сказать что меня очень порадовали наши китайские товарищи своим бесстрашием смелостью отвагой неугомонным весельем ну и конечно своими вызывающими зависть финансовыми возможностями здесь на вершине был такой дикий ураганный ветер что сделав несколько фото и сняв совсем немного видео мне пришлось спрятать видеокамеру сумку и в этот момент началось самое интересное целая толпа китайских туристов в тот момент когда я уже спрятала камеру высыпала сюда на обзорную площадку именно на ту площадку где был самый сильный ветер они наверное только приехали на куникулере который помещается сразу 50 человек и поднялись сюда на третий этаж на эту смотровую площадку а здесь ураганный ветер и они полетели как кедли но им смешно они друг друга фотографируют падают смеются снова падают снимают друг друга это конечно было очень весело смешно но к сожалению именно в тот момент камеру я уже так быстро достать не смогла но еще раз меня удивили китайцы когда я увидела что внутри на трех этажах этого комплекса все места в ресторанах были накрыты и зарезервированы для китайских туристов еще одна смотровая площадка даже я не рискнула встать на это стекло но я начинаю десятиминутный спуск вниз на фуникулере который вмещает сразу 50 человек к озеру айбзе где находятся кассы и всем парковки когда еще была внизу и покупала билеты сюда наверх оказалась невольной свидетельницей разговора двух русскоязычных туристов они решали стоит ли им сюда подниматься или нет билет на двоих стоит 100 евро в итоге они решили не подниматься я это говорю потому что огромное количество китайских туристов прилетают сюда в европу они здесь живут в гостиницах приехали сюда на шпицы поднялись на самую высокую точку германии чтобы там пообедать с потрясающе красивыми видами а цены в кафе я специально зашла поинтересоваться таковы что решила лучше остаться голодным ну что ж нам остается только порадоваться процветанию китайской республики и ее граждан заключением немного полезной информации по самой высокой точке германии название горы цюгэшпице произошло от двух немецких слов цюгэбанн это след от сходы лавин и шпицы в переводе означает вершина билеты на цок шпицы можно покупать в любых кассах их там несколько билет стоит 60 евро на одного человека стоимость входит один спуск и один подъем подниматься и спускаться можно двумя разными способами либо на большом фуникулёре на котором я сейчас спускаюсь 10 минут спуск и 10 минут подъем либо на поезд плюс фуникулёре поезд идет от озера айбзе 30 минут плюс 5 минут подъем на фуникулёре есть детские билеты семейные со скидкой можно даже подняться за отдельную плату с собакой зубчатая железная дорога работает ежедневно отправление каждый час на поезд можно сесть в гармошпортном техпине и выйти уже почти на вершине цюг шпицы там останется только пятиминутный подъем на фуникулёре фуникулёр от озера айбзе работает круглогодично отправление каждые полчаса время в пути 10 минут в заключение скажу что если судьба занесла в эти края то подняться на цук шпицы надо обязательно камера не передает всей красоты тем более был сильный ветер и съемка была затруднена в следующем фильме я расскажу о прогулке по швейцарскому тюрику